но все с богом у вас я так понимаю уже 8 а то и больше я подумаю так уж случилось что я процессе сегодня узнавал многое и видел видео прямиком с места событий друзья вот для сергея в этом смысле сегодня безусловно знаковая дата ну наверно будет правильный с стороны сергей викторовича одним своим видом свое время он меня очаровал я уверен что глядя на него вы также чувствуете этот отклик внутри когда знаете как старцев таких рисуют мудрых добрых вот словно по нему писаны эти картины и до того как я узнал про его благотворительную часть то главным образом я слабо соприкоснулся именно с его это внешней стороной более того мы ездили вместе в карачаево черкесию где я был продюсером съемок небольшого видеоклипа и он там играл но приблизительно такую роль он был старцем в монастыре все было в очень красивых эпических местах но при этом одно дело красота что важно на другое дело еще и поступки и здесь такой послужной список что на несколько команд бы наверное хватило он свое время еще во владивостоке где-то в году 94 открыл пищу для жизни и руководил ей довольно долгие сколько наверное девять лет и вот сегодня на самом деле очень знаковый день потому что следом и пскове он открывал такую же программы многие из вас знают игре будникова он много лет поддерживает это начинанием спор в пскове они так давно об этом я еще спрошу у него он перебрался с семьей в индию ну и надо ли думать там голодных бедных людей точно не меньше а те кто нуждается в какой-то заботе проявление любви и я сегодня выводил какие-то цифры в анонсе и я понимаю что сложно будет удержать в голове но я произнесу потому что раз уж сельди викторович он сейчас в индии там есть такая традиция вы наверняка видели как воду ганги вот так вот в ладонях подносят самой ганги как вот эти фитильки лампадки подносят солнцу то есть ну как бы сам огонь огню саму воду в воде также здесь вот эти благотворительные дела хочется поднести ему самому потому что сложно это представить такие объемы они раздали 800 тысяч порций за эти года можете себе представить и там на десятки тысяч идут литры супа на десятки килограмм тысяч килограмм идут вторые блюда напитки хлеб и конечно же вот в индии вот только сколько они там буквально год находится они уже раздали около 14 тысяч наборов 234 килограмма каких-то штучных комплектов еды в общем это вот тот случай когда я прямо это в анонсе написал что знаете бывает там пишут более 100 тысяч более 10 тысяч я сначала подумал нужен ли настолько вот до единицы а потом подумал для тех кто получил обед нужно для тех кто получил обед этот обед был не не обобщением это было конкретное конкретное проявление заботы любви они поэтому вам спасибо я уверен что сегодня поскольку ваше семилетие семилетие проекта я так не псковского до пищи жизни вы делали вот эту большую такую раздачу и что-то то ли четыре то ли шесть мест объезжали ну в общем хочется вот послушать вас с как это прямиком с места событий как оно все происходило потому что я понимаю что вы уставши наверно к восьми вечера но будет прям дорого узнать из первых рук ну на самом деле я всех приветствую на самом деле у нас в обскоре сейчас одна точка это павильон который нам пожертвовали два года назад мы его установили так как у нас есть тесная связь с сетью магазинов магнит у нас там стоят 15 магнитных корзины куда люди приносят и оставляют продукты которые мы потом используем для приготовления горячих обедов и мы прямо рядом с магнитом поставили на их территории поставили павильон из которого сейчас у нас происходит раздача а вот в Индии в Майпуре мы сегодня объездили шесть школ мы посещаем уже последние три месяца шесть школ в ближайших деревнях от Майпура и и это вся благотворительная деятельность которая связана с раздачей сладких наборов детям она родилась буквально вот год назад мы ехали с ребятами из в Гималаев и когда мы проезжали подъезжали уже практически к переправе чтобы переправиться через Джалангу и мы уже в Майпуре нам преграждали дорогу там вот такое пересечение вот мы ехали прямо к переправе и улочки маленькие улочки пересекали эту дорогу и на каждом пересечении на каждом перекрестке дети я просто поразился они брались за руки я думал может они играют так они на самом деле хотели чтобы мы им что-то дали я так понимаю что детям в первую очередь конечно хочется что-то хладкого вот когда-то я помню еще в 2005 году после того когда я уехал из Владивостока и там закрылась программа 1000 для жизни кстати вот это в той программе за 9 лет мы раздали ну вот я сейчас не могу сказать точно цифры как вот например здесь за 7 лет у нас точные цифры там я могу сказать что более 800 тысяч порций вот но это было довольно таки продолжительное время а здесь мы детям стали раздавать складки наборы потому что мне казалось в 2005 году я подумал что я почему-то детям детям мало что-то отдал вот во Владивостоке и хотелось что-то сделать для детей и вот представляете Господь же исполняет все желания и вот это желание реализовалось именно здесь в Майяпуре и я считаю что мы сегодня с вами ездили на эту на эти программы новые ребята и которые с которыми мы потом разговаривали они конечно восхищены что у нас прошли эти программы вот им очень понравилось и они говорят что да на самом деле для детей это очень важно получить вот этот вот именно высший вкус а высший вкус как вы знаете это сладкость которого им конечно здесь не хватает в деревнях потому что они живут довольно-таки бедные вот поэтому по милости Господу я считаю что мы выбрали правильный набор и как сегодня это происходило вот как вы готовились к проведению семи лет как созывали волонтеров потому что мне хочется расспросить и про Псков где это же удивительно если сеть магнит это я допускаю что она сейчас крупнейшая сеть я думаю что даже крупнее чем вот этот вот X5 перекрестки и прочим если если в 14 магазинах это прям вот уже большой уровень что люди могут прямо в продуктовых центрах отдавать какие-то продукты на приготовление вашей команде чтобы вы дальше кормили бездомных бедных нуждающихся поэтому и про это хочется спросить и про то как в Индии сегодня вы готовились к этому семилетию что это было за 6 мест куда отправляли школы и так далее но Алексей дело все в том что мы сегодня отмечали две даты в прошлом году 1 октября мы здесь в Майпуре деревни вот буквально переправились через Джалангу и первая деревня которая там была это Махешганж мы поговорили просто с местным парнем у которого небольшой магазинчик здесь небольшие в деревнях магазины мы спросили сколько здесь в деревне он сказал что где-то 250 детей мы говорим хорошо но 250 пока мы не готовы но давай мы в течение недели договоримся в какой день мы привезем сюда 100 сладких наборов а ты соберешь их твоя задача будет их предупредить чтобы они пришли в какое-то время и вот так вот у нас получилось что 1 октября мы приехали и 1 октября исполнялось как раз 6 лет 1000 для жизни которые мы открыли в семнадцатом году в городе это там в России это день пожилого человека поэтому мы открывали именно 1 октября и здесь Ганга Просад мы назвали нашу благотворительную программу потому что мы находимся на Ганге ага раздаем Просад мы так и назвали Ганга Просад 1 октября и поэтому сегодня первая годовщина благотворительной программы Ганга Просад и 7 лет 1000 для жизни которая у нас находится в городе Пскове вот ну вот сейчас так получилось что мы сейчас только с дочерью здесь в Майяпуре а моя супруга во Пскове и так как это мой самый ближайший помощник и соратник она сегодня как раз и готовила и раздавала там во Пскове что на прошлой неделе закупали там сделали сладкие подарки там и фрукты положили и конфеты печенье и для людей сделали такой подарок и я вот буквально перед нашим эфиром я прослушал ее сообщение как у них прошел день она говорит да в принципе все замечательно все хорошо всем все понравилось а у нас сегодня дети были конечно очень довольны потому что обычно мы им привозим такие коробочки в которых лежат сладости которые сделаны изготавливаются здесь в кафе местными жителями а мы сегодня в дополнение им привезли еще праздничные наборы где мы положили там и конфеты и там и жвачка была но вчера мы как раз с ребятами это все закупали печенье и поэтому для них конечно это было неожиданно и вот мы вам присылали видео где дети я прямо видел у них сегодня прямо глаза горели что им так это все понравилось вот поэтому мы сегодня утром у нас как обычно дело все в том что как мы оказались в этой деревне мы начинали же просто сначала раздавать в деревнях просто на улице но за первые за первые полгода это с октября по апрель мы часто уезжали неудовлетворенные с этой раздачей потому что ну как то в Индии в деревнях люди почему-то очень 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 боятся когда вот идет такая раздача они боятся что им не хватит хотя мы привозим наборов достаточно чтобы для всех хватило даже с небольшим запасом но из-за того что они боятся что им не хватит они не понимают как говорят не понимают русского языка хотя мы там через переводчиков там говорим просим их чтобы они там стали в линию чтобы они не наседали так на рикшу где у нас раздаются эти наборы тем не менее зачастую бывало такое что просто когда вот так спонтанно мы приезжали и раздавали мы уезжали неудовлетворенные потому что мы видели что кому-то из детей даже не хватает потому что есть какие-то бабушки женщины с детьми женщины на руках и они пытаются вот этих вот малышей которые мы раздаем отодвинуть в сторону и самим получить этот набор и вот здесь молодые ребята которые работают в ресторане в Гавин до 7 один из них предложил поехали к нам в деревню и вот мы с ним в деревню приехали и точно такой же эффект мы получили хотя там нас очень хорошо встречали и администрация деревни была они там и столы на сцене поставили в деревне и микрофоны поставили вот мы приехали немножко пообщались с людьми а потом когда началась раздача и опять такой же ну прямо не знаю ажиотаж настолько был мощный что я аж растерялся говорю и мы говорим что смотрите вы же детей задаете бесполезными и Пхим вот этот молодой человек который пригласил нас в свою деревню он тоже был расстроен что так получилось не ожидал и он мне сказал что вот подожди вот с апреля месяца мы тебе поможем найти такие места где тебе будет комфортно раздавать и я даже этого не ожидал он после здесь ну как бы здесь основной праздник это гаурапурнима в майпуре он говорит подожди после гаурапурнимы у тебя появится несколько пунктов где тебе будет комфортно раздавать и этими пунктами оказались у нас это школы три школы в Нидоре и еще три школы рядом в деревнях и вот мы стали их посещать эти школы это конечно совершенно другое другая атмосфера это все дисциплинировано все четко там и учителя они тоже контролируются дети всегда радостные и счастливые что мы приезжаем нет никакого давления ни на нас ни на ликшу с которой мы обычно раздавали на улицах и поэтому мы сейчас вот ездим в школу и с детьми там общаемся и на самом деле детям это очень нравится и мы получаем от этого вот так вот наверное сегодня прошел у нас день и в обсловии и здесь мы а в целом какое это ощущение вот я даже не знаю в какую какую точку пойти потому что ну шутка ли двадцать лет посвятить своей жизни именно раздачи пищи людям может быть во Владивостоке вот еще еще там как эта мысль пришла к вам потому что девяносто четвертый это что это три года четыре года да с момента как распался Советский Союз вот какая какая была ситуация тогда что что побудило в тот момент и именно во Владивостоке было как потому что ну дальний край так или иначе немножечко вдалеке от эпицентра каких-то разных событий которые в то время были казалось бы люди наоборот дрались за за хлеб и талоны и вся эта история а вам пришла эта мысль чтобы наоборот ну как бы по сути состояние изобилия веру что господь будет как-то давать на все это то есть в то первое время как удавалось находить средства для того чтобы получать фактические ингредиенты для того чтобы готовить дальше обеды угощать людей честно сказать когда практически через 15 лет я открывал программу на крайне западных рубежах России я подумал вот интересно как говорят пути господни неисповедимы у меня потом журналисты которые приезжали когда мы там программу в газет в телевидении многие спрашивали а как это Сергей Викторович как это так получилось что вы Владивосток это крайний ну как бы восток получает России и попали сюда вот во Псков на запад это крайне западная рубежа и честно говоря я я не могу сказать это вот по-минусски господу наверное так оно получилось да 94-й год это в 93-м году я просто познакомился физической философией и на эту деятельность благотворительную я думаю меня вдохновил один человек это Бхати Веданта с вами еще добропаду я как-то пришел в физический центр там по воскресеньям были пире любви очень было все вкусно очень необычно все вегетарианское я услышал о программе «Пища для жизни» я подумал что это за программа такая «Пища для жизни» потом кто-то сказал что вот Шрилопрубпады где-то в Индии увидел как дети там дерутся с собаками за какие-то бросы из мусорных ящиков и он тогда сказал постарайтесь сделать так чтобы вокруг каждого такого центра не было ни одного города до 10-ти километров кафе честно говоря меня почему-то как-то задело это я в то время как раз работал в кафе во Владивостоке я получил там так сказать экспертное второе образование кондитера ну и строился там на работу мне интересно было как это готовится называется ганга просад просад это что такое а как из простой пищи можно сделать просад мне это было очень интересно я считаю так по милости Всевышнего я и попал в этот кафе для того чтобы я изнутри просто увидел а как это так готовится в каком ума настроении как это потом предлагается господи и я вот как раз пришел после Нового года это как раз было 1994 год начало 1994 года устроился в это кафе работать и как-то я не понимаю как это получилось что директор приходит через несколько дней и говорит Сергей а где вы учились пирожки так делать я говорю так ваш же вот молодой человек он же меня только и обучал вот три дня он говорит невероятно вы знаете вам надо кулинарное училище и получить образование я думаю как это уже новый год прошел там же уже заканчивается через несколько месяцев вообще это обучение она говорит ну езжайте говорит там женщина директора нам обойдет ваше положение и попробуйте как-то сделать так чтобы вы как раз в этом году закончили кулинарное училище ну я поехал директор оказался мужчина женщины там оказались только заведующие вернее заучи я с ними ознакомился сказал что я работаю в кафе вот стараюсь как-то делать пироги без яиц торты там без яиц без корняка они говорят разве так можно ну и как-то у нас завязались хорошие отношения я говорю хотел бы получить образование в вашем учебном заведении и они говорят ну вообще-то у нас уже в апреле заканчивается обучение ну давайте я попробую как-то учебном сдать ну вот так оно и получилось что в апреле я дал экзамен хотя честно говоря на экзамен не пошел у меня я уже видимо тогда готовился заниматься потому что я чувствовал что такая ну кафе это все таки была коммерческая структура в принципе то что я хотел узнать я уже узнал я уже мог готовить и предлагать и делать и торты и пирожные и тараги булочки я конечно все это носил в училище угощал там подавателей и все это очень нравилось они удивлялись что так и когда уже должен быть экзамен я думаю зачем я пойду мне как раз напряг был к тому темпу на следующий день они мне звонят говорят ты почему не пришел на экзамен я говорю да вы знаете я что-то так подумал я в принципе уже все как бы что нужно было узнал а мне сейчас по вашим билетам придется говорить что вот пирожки должны там яйца или там торты или там лукьером а я не хочу этого говорить мне говорят ты знаешь тебя преподаватель вчера прождала тебе уже четверку поставили ты приди говорит преподаватель расскажи рецепт как вы знаете почти вот так я получил это образование и через месяц как раз я решил заняться этой деятельностью там один молодой человек он пытался что-то там развивать но у него не очень-то это получалось как говорится откуда средства брались ну тогда на эту программу Сергей Сергей на всякий случай потому что вы сейчас пойдете в эту тему того как и откуда находили средства для того чтобы все эти программы удивительные являть я правильно понял что по сути экзаменатор поставила вам четверку даже при том что вы не явились на экзамен потому что до этого было настолько вкусно то что вы готовили приносили им за время обучения вот да да Алексей да так и получилось так и получилось и мне пришлось все-таки идти потому что мне удобно человек как бы ждал я пришел она меня попросила чтобы я расписал все рецепты по которым я вот готовлю в кафе при этом как говорится был мой экзамен и вышел я оттуда кондитером третьего разряда хотя в свое время в 83 году я закончил дальневосточное высшее инженерно-морское училище механик но механик судовых силовых установок но механик честно говоря с меня не получил когда я готовил после этого какие-то там кондитерские изделия людям больше нравилось если бы я занимался механистом поэтому видимо вы говорите как это вот в 94 году как вы пришли вот к тому чтобы заниматься еще для жизни да на самом деле как раз союз развалился и в те же времена очень многих пенсионеров их просто оставили ни с чем те капиталовложения то что они откладывали как говорится на черный день у них у многих просто позгорало и поэтому мы ну когда я взялся за эту деятельность я пошел к этому человеку молодому я говорю я готов тебе помогать я был старше его но так как у меня был до этого уже опыт довольно таки богатый опыт общения с разными категориями людей в том числе и администрации вот поэтому мы так договорились что он будет готовить а я как бы на себя возьму организационную работу и в принципе в понедельник я пошел по администрациям города Владивостока разных районов и во вторник с центральным районом с ленинским районом с начальником управления соцзащиты мы договорились как сейчас помню Галина Николаевна я ей предложил говорю знаете мы можем тормить у вас же есть наверняка нуждающиеся люди мы можем их кормить горячими обедами правда они у нас постные мы сами вегетарианцы мы готовим постную еду она говорит хорошо давайте попробуем и вот так у нас начала развиваться эта программа в мае 1994 года в 95-м году мы открыли это сначала была просто программа в 95-м году мы открыли благотворительную общественную организацию вот которая существовала пока я там находился в Владивостоке до 2002 года а вот по поводу я все таки два слова хотел сказать как интересно время поменялось я же 15 лет не занимался и мне честно говоря вы говорите откуда я брал продукты я просто ходил по руководителям разных предприятий и пытался с ними разговаривать объяснять чем мы занимаемся плюс ко всему что как-то так получилось что у нас очень было было хорошо поставлено но это моя задача была как-то донести до жителей Владивостока что в городе появилась программа и как-то так все складывалось и телевидение там про нас и фильмы и передачи всякие делали и в газетах писали и по радио то есть информации было много в центре города висели стенды с нашими реквизитами и с названием нашей программы поэтому люди очень многие хорошо отвлекались на это ну плюс ко всему что это была большая помощь и поддержка в основном пенсионерам которых мы кормили в 95-м году мы даже в 94-м летом начали кормить мы тогда вот немного повозили по детским домам сладостями когда я же ушел пекарем как бы из этого кафе а через месяц я туда вернулся просто получилось так директором кафе и какое-то время я был директором кафе но так как у меня основная задача была не развивать коммерческую сторону этого кафе хотя это правильно это же кафе вот но пока я стал директором мы стали и каждый день с разных районов по 20 человек приходили к нам кафе готовить и как мы вернее не готовить а получать обеды и как мы начинали возили парк минного городка там кормили два раза в неделю людей по субботам мы в детские дома возили сладости готовили а потом мы начали ездить на вокзал там как раз в Владивостоке мор вокзал и железнодорожный вокзал это все вместе и вот мы начали туда ездить и там кормить бездомных людей потому что там как раз в районах этих вокзалов очень много было бездомных людей вот ну и люди которые администрации даже нам пенсионный фонд помогал тогда выделял там небольшие деньги вот но руководители разных предприятий они видели что мы на самом деле занимаемся я честно говоря как-то поставил себе такую цель как-то попасть на прием губернатору честно говоря я шел к этой цели наверное пять лет но тем не менее как-то бывало такое что я там у вице губернатора там сидел в кабинете там по часу там рассказывал ему о нашей деятельности у нас были хорошие отношения я их тоже кормил нашими террористами но до губернатора никак не получалось затем тем не менее в девяносто девятом году он сам меня пригласил на разговор вот практически я за это время со всеми там мэрами города Владивостока их три за это время сменилось общался один из них нам даже подарил большой автобус вас чтобы мы могли как-то сами себе зарабатывать там в то время были частным развозом занимались людям на автобусах на частных возили людей вот мы тоже думали этим заняться но коммерция как говорится у меня не очень тем не менее в конце девяносто девятого года так как по милости Господа получилось почему и считали эту программу успешной что в девяносто девятом и в 2000 году мы в общей сложности получили такое пожертвование практически девяносто шесть тонн девяносто шесть тонн разных продуктов практически все те продукты из которых мы готовили это была и мука и рис и гречка и зеленая и такая гречка масло и молоко сухое ну в принципе все то что нам и человек благодаря которому мы это получили он был хозяином ущебазы в свое время он еще был там директором а потом он ее приватизировал было несколько магазинов у него в Владивостоке а он нам помогал практически с девяносто пятого года он раз в месяц я к нему приходил рассказывал о нашей деятельности и он нам даст пару мешков там например свеклы и моркови там или картофеля даст первый раз бочку капусты плашем и он нам пожает то мы тогда большие готовили очень а вот в девяносто девятом году он как бы вошел как учредитель даже в нашу организацию организацию благотворительную и вот благодаря этому мы получили такие три транша в общей сложности девяносто шесть тонн и когда я приходил на склад он сказали девяносто шесть тонн Сергей правильно девяносто шесть тонн да девяносто шесть тонн и продукты нам завозили тогда фурами это была тогда такая организация помощи и утешение и они привозили гуманитарную помощь из Америки для Сибири и Дальнего Востока благодаря Владимиру Борисовичу он вошел в нашу программу два других члена направления нашей организации они у него спрашивают Владимир Борисович ну это понятно мы как-то с Сергеем уже давно мы как бы тоже там занимаемся благотворительностью а вы же ну как бы предприниматель вы бизнесмен вам-то зачем это надо на что он сказал что я говорит за Сергеем уже смотрю это было в девяносто девятом году вот уже почти шесть лет что несмотря ни на что он продолжает эту деятельность и у нас сейчас появилась возможность когда-то я ему больше пожертвовал а сейчас у нас появилась возможность выйти вот на такую организацию где можно получить гораздо больше продуктов и мы бы хотели бы знать как они будут там тратиться как они будут пользоваться этими продуктами вот и поэтому благодаря тому что он вошел в нашу организацию у меня появилась он мне дал на своей территории кухня у него там была ну и как бы чтобы поддерживать людей которые участвовали в этой деятельности они нам еще с одним с Олегом это тоже мой хороший друг вот он они нам купили по два жарочных шкафа установили там и мы помимо того что мы каждый день кормили людей мы еще готовили вот эти вот те же самые пирожки которые я когда-то готовил в этом кафе мы их готовили и возили по магазинам у нас было больше 100 магазинов куда мы возили эти пирожки и получается так что когда вот я зашел тогда на склад и он стоял смотрел как завозят фурами и там кары фуры только приезжают кары разгружают автопогрузчики и он у меня так спросил и говорит скажи Сергей ты когда-нибудь мог представить себе что у тебя будет столько продуктов вот с того дня когда я тебе пожертвовал эту большую плашенную компанию ну там на самом деле там огромные складские помещения у него были и прямо на наших глазах их заполняли заполняли и потом я заходил они практически все были заполнены продуктами это на самом деле очень много 96 тонн я говорю знаете Владимир Борисович я просто верю Богу и верю в то что он всегда помогает тем людям кто творит богоугодную деятельность поэтому я конечно не мог представить что у нас будет такое количество продуктов но тем не менее я вижу что Господь мне всегда помогает для того чтобы эта программа развивалась и вот мы перебираемся через 15 лет теперь 17 год когда я только во начинал эту программу ко мне сразу подошел один молодой человек и говорит я вообще хорошо разбираюсь в компьютерах если хотите я вам могу открыть группу ВКонтакте я говорю Роман я буду очень признателен я правда не понимаю что это как это зачем это группу открывать я далек был от этого но потом вот он открыл эту группу и как-то туда начали присоединяться люди потом подходит на одной программе ко мне молодая женщина и говорит я услышал что вы собираетесь людей кормить здесь я говорю да собираюсь скажите а вам деньги нужны деньги я говорю а кому не нужны деньги для того чтобы кормить людей конечно говорю мы вам будем очень благодарны если вы пожертвуете и вот так у нас начинало завязываться сотрудничество Галина нам помогала и до сих пор она иногда помогает ну а потом через полгода как мы начали эту программу в нашей программе присоединился как вы уже упомянули мной очень уважаемого Игоря Будникова который является не просто нашим основным спонсором но в какой-то мере он для меня и наставник я лежу за его деятельностью в интернете и честно говоря я хотя и молодцы горжусь но тем не менее мне есть ему очень многому чему у него получится вот поэтому сейчас когда интернет ну стало намного проще я вспоминаю те 90-е годы когда я часами просиживал когда нам мэр Владивостока очередной пожертвовал класс я просидел 6 часов у него в приемной ну как говорится просто так ничего не бывает и вошел я к нему на прием ни много ни мало 20 минут второго ночи за это время мы 5 часов просидели вместе с председателем комитета по имуществу Владивостока которому я рассказал о нашей деятельности и он раньше меня на 20 минут зашел к мэру то есть он в час зашел а я в час 20 но зато после этого у нас с ним завязались хорошие отношения и он нам подарил ревку на которой мы потом возили на дальзавод обеды для наших подопечных когда кормили каждый день 100 человек туда приходили с половой дальзаводской так что есть что вспомнить в этой жизни Алексей да удивительно удивительно как в моменты когда берешь какое-то доброе дело и искренне начинаешь к нему стремиться словно вселенная начинает помогать это не абсолютный закон потому что господь иногда может проверять наши мотивы желание что-либо сделать бывает что даже какой-то обратный результат приходит вместо какой-то там славы если у кого-то есть такая мотивация может хула прийти заподозрить в каких-то мотивах а зачем вы это делаете как а почему я просто был однажды на пищи жизни в Москве мы делали фильм небольшой называется забыть чтобы вспомнить и у нас одна из сцен она прямо там происходила на точке раздачи это было в таком ну то есть кино это обычно все постановочно а мы ну как бы интегрировались в живую реальность раздачи там были в живую бездомные люди которые и прям были те кто значит вас значит там непонятно кто послал вы на нас делаете деньги то есть если бы вот люди знали через что иные проходят чтобы сколько времени сколько жизненных сил сколько людей жертвует все время чтобы у него была горячая тарелка еды в этот морозный день когда трясутся там у них руки они замерзают додолаги и кто-то все равно как бы даже здесь найдет вот этот вот повод для того чтобы упрекнуть уличить попытаться как-то поэтому в этом смысле по-разному конечно бывает но вот спасибо вам за такой пример где начать легко и разрушить тоже легко а вот так чтобы поддерживать что-то так еще и 20 лет так еще и с такими удивительными историями на таком удивительном размахе масштабе я знаете поглядываю чуть-чуть на время я просто вот предупреждал к сожалению сейчас бабушка моя попала в больницу мне нужно будет сейчас поехать к ней но у меня есть одна важный один важный вопрос в конце он даже не вопрос больше а про какое-то ощущение что ли потому что ну наверное это это самое сокровенное что есть то есть вы описывали сейчас какие-то моменты где где-то где-то машину подарили где-то вот от бочки квашеной капусты до сейчас сколько было девяносто девяносто шесть да это господи девяносто шесть тысяч килограмм получается сырья невероятно просто слон наверное это как пять слонов по весу если ой какие пять больше какие пять пятьдесят пятьдесят слонов вот пятьдесят слонов если представить и вот столько это было еды на на складе я правда еще перепугался я подумал это же надо еще успеть приготовить это ну я вот совсем туда в детали не пойду сейчас но что мне важно было бы у вас спросить это то ощущение которое вы испытывали когда с людьми соприкасались потому что уверен что когда приходили эти испытания и сейчас вы описали каких-то четыре пять таких очень ярких эпизодов когда ну вот было ощущение что сам господь благоволил всему этому но очевидно что господь и тестировал и были вот эти моменты когда вы думали и закрывать придется и свои какие-то деньги в банке в кредит брали чтобы это поддерживать вот такие моменты что поддерживала и в целом вот я понимаю что это ну как как то пишешь эмоции чувства которые испытываешь когда делаешь доброе дело но все таки хочется пойти вот в эту более тонкую сферу как вы сами чувствовали это как как вы чувствуете что вами движет что ли вот на пути этому и и плавно в конце может быть перетечем какие-то цели если вы ставите для себя по-прежнему на пути этих добрых дел которые вы решите у меня когда я во Пскове открыл эту программу у меня было сложное тогда время финансовые были трудности благодаря вот одному моему другу который еще был в Евросоюзе одним из членов правления нашей организации он тогда оказался в Москве уже в это время он мне на каком-то этапе помогал но потом когда я уже начал эту деятельность начал готовиться мне один молодой человек помогать он сразу узнал что я буду кормить если хотите я вам буду помогать хорошо давайте слава богу что у меня была кухня мне за ними сказали что если вы кормите или дети мне еще не надо платить и вот мы начинали мы начинали прямо рядом с этой кухней это был большой сатой дом и я думаю что мы никуда не ездили мы просто будем здесь готовить а потом открывать ворота и приглашать кто голодный пожалуйста приходите но это было немножко на краю и то есть какое-то время я понял что сюда мало людей приходит и мы выехали вот на вокзал к автовокзалу и вот мы уже кормили как раз мы это начали 1 октября мы начали кормить там где у нас была кухня а 25 числа января вернее декабря как раз в католическое рождество мы выехали на вокзал и вот мы начали там кормить людей сначала честно говоря Сергей помню с которым он мне помогал мы с ним вместе выезжали он сначала даже бегал и предлагал всем бесплатно люди не могли понять они они просто были в шоке что и как это бесплатно такого не может быть да бесплатно посмотрите вот обед горячий обед возьмите покушайте буквально через месяц уже молва прошла и туда спали стекаться бездомные люди и когда у меня к началу весны уже были сложности я как-то говорил вам уже об этом у меня была кредитная карта и я чувствую что если я не пойду не куплю на нее продукты то мне завтра нечего будет готовить и шел и брал в надежде что потом все равно как-то какие-то средства и я вложу и в конце концов так оно и получилось когда средства пришли я ее вообще закрыл но тем не менее когда мы приезжали на вокзал как-то подъезжает ко мне на человек практически он после чеченской войны по-моему остался без ног и он подъезжает и уже было так холодно он подзывает меня и говорит знаешь я тебе так благодарен что ты занимаешься этой деятельностью мне вообще так в жизни тяжело а я как раз только думал об этом что может быть как-то завязывается эта деятельность видимо не идет она мне так тяжело на самом деле и вот только благодаря тому что вы привозите горячие обеды это мне греет душу и второй такой случай был у меня еще один в жизни когда я хотел с этим расставаться у нас был второй пункт в центре города нам администрация города выделила квадратный метр в вестибюле центральной бане там был отдельный вход и вот к нам приходила одна женщина она приходила с ребенком на велосипеде приезжала я потом уже узнал где она живет она жила на краю города мы в центре раздавали и она работала на трех работах у нее было двое детей потом дочка в девятом классе и она уже родила ну как-то так вот у них получилось это Татьяна она приезжала и мы знали что она задерживается как-то один раз она так долго задержалась а у меня как раз мысли были что наверное я вообще-то не тяну эту деятельность наверное ее надо закрывать и когда она приехала и со слезами на глазах благодарилась за то что мы ее дождались мы всегда ей отдавали то что у нас оставалось потому что ну знали что человеку очень тяжело живется мы потом с ней познакомились поближе мы с женой туда ездили и программу про нее мы делали отдельную когда у нее появилась внучка и там люди помогали и вещами ей помогали и даже мебелью вот поэтому эти случаи понимаете они как-то вдохновляют то есть изнутри приходит какая-то какая-то уверенность что ты идешь правильным путем и тебе нужно продолжать этот путь но любой путь любой путь он сложен какие-то бывают трудности и в принципе в конце концов я почувствовал что я должен продолжать несмотря ни на что потому что временное проявление счастья и несчастья а также исчезновение их должный срок они подобные приходу зимы и лета вот поэтому нужно к ним относиться совершенно спокойно а так скорее всего оно и получается я чувствую сейчас такую поддержку Всевышнего мы идем правильным путем люди нам благодарны и благодарны те кто нам помогают для того чтобы мы помогали другим естественно наши подопечные вот так что у меня сейчас супруга там разрабатывает новые рецепты и людям это очень нравится и так как людям это нравится и она тоже вдохновлена и она тоже рада тому что вот другие радуются а мне здесь Господь дает такую же возможность получить эту радость когда я вижу эти улыбки на лице детей которые мне показывают там вот так вот но благодарим вот сегодня мальчишки сидели на первой партии и показывали что они так рады и я вижу что они просто сияют и выходишь и чувствуешь прямо что у тебя какая-то благодать из сердца прямо я ответил на ваш вопрос Алексей да спасибо спасибо потому что я когда сегодня писал вот про эти десятки тысяч литров супов десятки тысяч булочек и вот сегодня вы еще сказали про и вовсе 9600 килограмм 96 тысяч килограмм которые это же не мы приготовили это нам продуктов выделяли мы я же тогда говорю мы в Владивостоке тогда посчитали где-то порядка 800 тысяч немного больше функций мы раздали но тогда тоже были взлеты и падения и бывало такое что нам приходилось уезжать из города мы были у нас кухня была в пригороде люди приезжали на электричке даже ехали по минут сорок по часу с разных концов города к нам приходил когда у нас пункт был прямо в центре города ну то есть там плеты и падения мы же находимся в океане материального существования океан материального существования он подразумевает колебания волн наверху внизу поэтому мы точно так же все это проходили а здесь да здесь у нас получается что если считать что мы по пол литра например первого наливаем то у нас больше 80 тысяч получилось за 7 лет но конечно город Псков это не Владивосток он три раза меньше по численности населения да я отвечаю на ваш вопрос вот это это то что мне было важно услышать потому что все равно вот никакие единицы и четыре нуля на мой взгляд не трогают так сильно душу как одна история живая когда ты понимаешь что это не просто числа на бумаге когда ты понимаешь что это не просто какой-то конвейер когда ты соприкасаешься с живыми судьбами и вы упомянули как вот эта женщина была с непростой ситуацией да и многодетная и дочка ее в девятом классе уже родила то есть когда когда ты видишь как вот эти горячие тарелки супа они даже сейчас вот два часа назад я был в тепле вот было тепло а сейчас уже солнышко село осень холодает и ты сразу начинаешь по-другому ощущать даже какие-то базовые вещи которые имеешь когда имеешь к сожалению очень быстро мы склонны не видеть то что имеем более того жаловаться сокрушаться недовольствовать вот и вот эти вот моменты соприкосновения с тем как оно бывает и с тем как не соцсети ради да не славы ради не дипломов и грамот ради а вот то что вы это делаете вновь и вновь конечно это трогало и трогает мою душу трогает мое сердце спасибо вам большое за этот пример я надеюсь что нам удастся какой-то небольшой ролик может быть смонтировать о том как сегодня у вас проходила раздача пищи я выложу записи обязательно может быть те кто сегодня слушают захотят тоже как-то поддержать то что вы делаете или в Индии в священном городе Майпур или в Пскове тоже вот смело можете написать где-нибудь там в комментарии я отправлю какую-то информацию вам ну или может быть Сергей Викторович или их команда напрямую я с вами могла пообщаться поэтому я благодарен благодарен вам что вы нашли время после такого-то дня семилетия сейчас 8 часов у вас и 3 или 6 мест ну в общем сколько там объехали конечно найти еще силы на эфир дорогого стоит вот так что очень вам благодарен за ваш пример я вам очень благодарен Алексей за такие интересные вопросы и вы немножко мне дали такую возможность я сегодня думал только про 7 лет то что у нас программа в Пскове и то что здесь мы год детям раздаем вкладки наборы а благодаря вам я еще вспомнил и 90-е годы благодарю большая удача для нас спасибо вам большое тогда будем держать связь да благодарю вас удачи непременно до встречи спасибо всем кто нашел время и спонтанно присоединился к нам сюда онлайн до свидания до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...